Купальный сезон заканчивается, но лето в самом разгаре, в частности для иностранных студентов, которые в эти дни гостят в нашем регионе. По международной программе ребята изучают управление российским энергетическим сектором и, конечно, знакомятся с бытом и культурой нашей страны. Марина Климович узнала, чем удивляли молодежь. У них один месяц, чтобы познать Россию. Путешествие иностранцев в глубинку в рамках Международной летней школы госуниверситета. Елутровский острог деревянный. Это их сразу удивляет. В США, Нидерландах, Арабских Эмиратах такого нет. Вообще я приехал в Чемень, потому что я хотел увидеть настоящую Россию. И я посчитала, что Москва и Сент-Петербург не совсем для этого подходят, потому что это большие туристические города. А именно Чемень тот город, который открыл бы мне именно настоящую Россию. Десять студентов все осматривают довольно серьезно и только успевают делать фото, переспрашивая, а что это. Много времени здесь они изучают русский язык, ведь как иначе понять культуру? Пашка и Петрушка. Иностранцы в области уже 20 дней. Такая культурная программа – это развлечение. Главный акцент делают на изучении энергетики и ресурсов. Побывали в Тобольске, сегодня Елутровск, а впереди Север и нефтегазовые предприятия. Они заинтересованы в России. Многие из них изучают нефтегазовую сферу. Это их специальность, и они будут работать дальше по этой специальности. Вообще иностранцы приезжают в ТюмГУ учиться на полгода, но сейчас вариант летний, короткий. Он получился довольно жаркий. Молодежь пугали Сибирью и холодом. В первую очередь меня удивила погода. Я ожидала, что будет гораздо прохладнее. А уже в первые дни своего пребывания здесь я почувствовала эту жару на себе и была очень сильно удивлена. Но вообще мне очень все здесь нравится, и люди вокруг счастливы, и я также счастлива. Счастье добавляют и вот такие экскурсии. Можно быть славян посмотреть, травяновой чайку попить. Для ребят это все экзотика. Но они сами тоже очень сильно привлекают внимание. Столько фотосессий за один день. Я привык о том, что в Абу-Даби все искусственное, а здесь наоборот все натуральное. И здесь очень люди дружелюбные. Умиротворенно здесь нет суматохи и нет вражды. Для них везде радушный прием. Студенты искренне этому удивляются. Вот так открытая русская душа для них перестает быть загадкой. Марина Климович, Владимир Кондратьев, Тюменское время.